В середине лета для всех научных установ горячая пора. Крыху больше за месяц засталось до конца ремонтных работ. В 15-й школе Пинска уже видны первые выники огольной рупливости. В широком кабинетах заменены окна, а вот тут в классе работного научного уже стоит новая мебель и бытовая техника. У всех этой школе помогли набить родителей. У сего на спецрахунок установы все лета поступило около 18 тысяч рублей. И аж 50 тысяч на ремонт харчблока было выдатковано с городского бюджета. Кроме этого, учреждения общего среднего образования, выполняя решение Брестского облсполкома, готовят спортивную базу учреждений. Это готовят лыжный инвентарь, а также помещение, где хранится спортивный инвентарь. Также идет подготовка всех спортивных объектов учреждений образования. По словах керауництва, будалничьими работами займаются не только специалисты, а и сами работники школы. Не застаются у Баку батьки и дети. А кроме того, да помогают шефы предприемства «Пинские электросетки». Заостряну внимание на пищеблок, где меняется плитка на полу и, соответственно, на стенах. Также меняется канализационная система. 15-я школа стала одной из девяти научных установ, где в этом году проводится грунтовый ремонт харчблоков с необходимой заменой обсталевания. Например, эта старая шафа для смажения худко уступит место сучасному пароконвектамату. Аналогично изъявится и в детячем садку номер 34. В минулом году установа отцветковала 40-годовый юбилей. Харчблок садками употребил в источном удосконалении. У вынику на Узроне городских улад было вырешено заменить амальпалову технологичного обсталевания. Выполняют работы в срок. У нас поменяли оконные блоки, проводку, сантехнику. Выложат новую плитку, поменяют двери. Хочется поблагодарить наш попечительский совет, который сработал в этом году. И родители перечисляют добровольно взносы на благотворительный счет дошкольного учреждения. До своего самого первого научного года рыхтуется и новый детячий сад в микрорайоне Радужный. Его будовництво началось и еще летость. Основные работы тут уже закончены, ведется пусконаладка усих систем. Утым лику виды аназирання. Пропуск детей будет осуществляться через центральный вход. Именно с 7 часов 30 минут они открываются, оба входа и центральной, и с другой стороны, куда будет посещение осуществляться детьми и родителями. После 10 часов все будет закрываться. И пропуск на территорию сада будет осуществляться только через звонок на вахту, который будет осуществляться непосредственно на видео, где непосредственно сам или сторож, или вахтер будет видеть, кто пришел, цель посещения и после чего пропускать на территорию сада. Тут уличены усе потребования для комфортного, а найперш безпечного, находжения дошкалят. Для гармоничного физичного развития бассейн с системой рециркуляции воды. Особные душовые и распранальные. Обовязковый харчблок с самым сучасным обсталяванием и особным бойлером. До речи, этому саду у вогули не страшное отключение горячей воды. И он укомплектованный водонагравальниками. Там у тепла хопить усим маленьким наведвальникам. Различный будинок на 240 выхованцев, але фактично во установе може выховываться до 323 деток. Адметно, что не глядячи на щельную заселенность микрорайона Садок, ясчет целком не укомплектованный. Набор у группы протягивается.